С голубого ручейка начинается улыбка, и душба начинается с улыбки. Для Ксюши Сечко каждый день начинается с доброй улыбки мамы. Поэтому и песенка, которую девчушка напевает даже во время занятий в Центре медицинской реабилитации «Тонус» про улыбку. Про добрых и отзывчивых врачей и педагогов этого учреждения, которые стараются сделать максимально все для того, чтобы малышка восстановилась и уверенно зашагала по твердой дороге. Таких ребятишек в «Тонусе» достаточно много в течение года. Через опытные руки медицинского персонала проходит порядка полутора тысяч ребят с заболеваниями центральной нервной системы. Каждому индивидуальный подход. Для каждого определенная система лечения и восстановления. Такие дети, особенно дети с особенностями психофизического развития, с нарушениями передвижения, они требуют особого подбора различных методик. И потому что мы должны вмешательство осуществлять одновременно в нескольких сферах. Это касается двигательной сферы, психоэмоциональной сферы. И наш Центр обладает такими возможностями для проведения комплексной реабилитации на современном уровне. Прежде всего, это наш коллектив квалифицированных специалистов. Сюда относятся и врачи, и ЛФК-инструктора, и медсестры по массажу, и педагоги. Объединяя свои усилия, направляя на результат у конкретного пациента, мы получаем стабильно положительный эффект. В тонус едут не только жители Брещины. Он пользуется заслуженной популярностью, а главное доверием у родителей всей Беларуси. Достойное внимание к маленьким пациентам и прежде всего любовь к каждому из них. Сочувствие и материнская нежность – вот те неотъемлемые качества характера, которые выгодно отличают работников Брестского центра. Слова «нет» или «не сможет» в их лексиконе напрочь отсутствуют. Дедушка Родиона Владимир Семенюк говорит по-мужски скупо, но откровенно. Без них не было бы и нас. Мы с первого года здесь занимаемся и постоянно посещаем этот центр. И благодаря этому центру, конечно, мы многое достигли в его продвижении, на ходьбе. Ну, конечно, конечно, многое дает. Без тонуса такие наши дети. Они бы зачахли. Во-первых, и детям это праздник общения. Детки привязаны, детки никуда не выходят. С некоторым вот кацелюшкой. Тяжело с колясочником где-то выйти. На нас смотрят, как не на всех детей. А мы же все понимаем. Илья, правда? Мы общаемся, мы ангелы, мы очень добрые детки. Приезжаем из слони, мы приезжаем уже второй раз. Очень довольны тонусом. Это наша панацея. Ребенка очень помогает. Персонал замечательный. Праздники чудесные детки устраивают. Праздничные мероприятия – неотъемлемая часть реабилитационных процедур, а потому проводятся они с завидным постоянством. Помогают, конечно, и спонсоры, и общественные организации – просто отзывчивые люди. Членами такой организации, как Красный Крест, не сотрудничать просто нельзя. Они умеют и праздник организовать, и помочь совместить приятное с полезным. Акция, которую провели они накануне Международного дня инвалидов, своеобразная, но очень нужная. Кто же в наши дни не хочет быть красивым? Поэтому парикмахерское мастерство волонтеров из колледжа сферы услуг пришлось как нельзя, кстати. Миссия Красного Креста – оказывать помощь всем нуждающимся. И мы уже второй раз проводим эту благотворительную акцию, понимая то, что родители, они и бабушки, и дедушки, кто присутствует, они заняты, они уделяют внимание своим детям. И поэтому мы уже второй раз проводим такую акцию по оказанию парикмахерских услуг не только деткам больным, а и их родителям. Хочется помогать людям, без разницы, кто бы это ни был, тем более, если это дети, то очень хочется помочь. Для меня, как для самой, если мне хочется помогать таким детям, я могу принять в этом участие, я помогаю. Для меня это, наоборот, очень хорошо, когда не просто себе какой-то плюс ставишь, а самой приятным делать людям добро. В этот день в центре «Тонус» было очень шумно и очень весело. Но Ванечка Дубагрия развлечений отложил на потом, поскольку математические занятия для него главнее. Вместе с любимым педагогом он усердно раскладывал цифры. Почти ее выполнила программу, и наша новая знакомая Ксюша и согласилась дать эксклюзивное интервью. Мы с подружкой моей, Настей, тоже записаны, поэтому мы очень, как его, очень, бываем каждый день, нам очень интересно на всех-всех процедурах. В «Тонусе» классно, да? Да. Стать ты кем хочешь, уже когда вырастешь, уже все, закончишь тут в «Тонусе» заниматься, куда пойдешь-то? Ну, не знаю. Иногда то доктором хочется, то певицей. Я пока не решила. Не за горами Новый год. Рождество и так хочется, чтобы у этих ребятишек как можно больше в жизни было вот таких праздников и подарков. Ведь подарки от Деда Мороза ждут все малыши. С 3-го числа, с 3-го декабря мы устанавливаем копилки, устанавливаем совместно с отделами образования, учреждениями образования, администрацией, первичными организациями дежурства, волонтеров у копилок Красного Креста, собираем пожертвования на организацию и проведение благотворительной акции «Подарите детям новогоднюю сказку». Я попрошу, что покупая своему ребенку подарок, пожертвуйте и для того, чтобы Красный Крест смог и тоже поздравить детей, нуждающихся в этом.